Библейский портал экзегет.ру представляет Ну вот так они все и сделали А здесь долго и подробно Почему? Наверное, потому что автор хочет показать Что действительно все было сделано ровно так Как это было показано Моисею Как это было предписано Собрав всю общину сынов Израилевых Моисей сказал Вот что повелел Господь Шесть дней работайте, а седьмой день святыни Господа Суббота, день покоя Всякий, кто работает в этот день, будет предан смерти По субботам даже огня нельзя зажигать в ваших жилищах Интересно, что рассказ о строительстве скини Начинается с напоминания заповеди о субботе Которая уже несколько раз была в этой книге Просто очевидно потому, что Все, что идет дальше, оно не выше Чем заповедь о субботе, ее не отменяет Вот что повелевает Господь Сказал Моисей общине сынов Израилевых Соберите пожертвования для Господа Пусть каждый, кто желает, пожертвует Господу Золото, серебро или медь, голубую, пурпуровую Или багряную пряжу, тонкий лен или козью шерсть С дубленной бараньей шкурой Тонко выделанную кожу Древесину, акацию Оливковое масло для светильника Благовоние для маслопомазания и для воскурений Камни шохом и драгоценные камни для вставки в оправу Чтобы украсть имея фод и нагрудник Это все из описания того, как должно выглядеть И смотрите Скини строится на добровольные пожертвования Вот ее функционирование Ее работа будет поддерживаться За счет денег Ну или точнее сказать серебра При переписи населения Которые как выкуп даются А строится на добровольные пожертвования То есть это хотя и предписание Но важно, чтобы люди сами захотели И у них отбирать насильное Облагать каким-то налогом Но тогда это не для Бога Тогда и для каких-то других целей Пусть ваши умельцы придут и сделают все, что Господь повелел сделать Скинию, покров и покрытие поверх него Застежки, рамы и перекладины Столбы и опоры Ковчег из шесты для него Навершие ковчега и завесу Стол его, шестые сосуды Хлеб, что будет лежать при лицом Господа Светильник его принадлежности Лампады Масло для светильника Сжертвование для воскурения И шесты для него Масло для помазания и благовония для воскурения Полок для входа в скинию Жертвование для всесожжения с медной решеткой Его шесты и его утварь Чан с подставкой Завесы двора Его столбы и опоры под них Полок для ворот двора Колышки для скинии Колышки для завесы вокруг двора Веревки к ним Одежда для богослужения в святилище Священная одежда оруна священника И священническая одежда его сыновей То есть, вот опять давайте сами разбирайтесь Там сначала дан образец Потом назначен главный подрядчик А так, израильтяне Вот это ваше дело Ваше святилище, это ваше дело Хотите, делайте Не хотите, не делайте Сыны Израилевы разошлись А затем каждый принес Что ему сердце велело Что он желал пожертвовать Господу Все нужное для шатра встречи Для шатер встречи Это то же самое, что скини Для служения в нем И для священных одежд Пришли все, кто хотел И мужчины, и женщины И принесли золотые украшения Застежки, серьги, кольца, ожерелья Это золото они как дар вознесли пред Господом Но там много золота нужно Иначе они пожертвовали свое украшение Чтобы его переплавить У кого нашлось, те принесли Голубую, пурпуровую, багряную пряжу Тонкий лен, козью шерсть С дубленной бараней шкурой И тонко выделанную кожу Кто мог, принес дар Господу Серебро или медь У кого нашлась пригодная Для дела древесина акации Пожертвовали ее Женщины-умелицы Пряли и приносили Голубую, пурпуровую, багряную пряжу И тонкий лен Другие женщины, кто умело пожелал Пряли козью шерсть Вожди общины принесли Камни шохом И драгоценные камни Для вставки в оправу Но вожди более ценные дары Чтобы украсить имя и фоды на грудник Это часть одеяния первосвященника А также благовоние и масло Для освящения, помазания и воскурения Так все мужчины и женщины народа Израилева Пожелавшие участвовать в том деле Которое Господь через Моисея Повелел сделать Принесли Господу свои дары Ресурсы есть Моисей сказал сынам Израилевам Знаете, Господь избрал Бацалела Сына Ури, сына Хура Из племени Иуды А это, соответственно, генеральный подрядчик Тот, кто следит за работами Исполнил его Духом Божьим Дал ему мудрость и разумение Знания, мастерство о всяком деле Так что он владеет искусством работы По золоту, серебру и меди Умеет резать камни для вставки в оправу А также резать по дереву Может выполнять любую искусственную работу Господь дал ему, а также Агалиаву Сыну Ахисамаха из племени Дана Умение обучать других Господь открыл им искусство резьбы Искусство ткани с орнаментом Разноцветные ткани из голубой, пурпуровой, багряной пряжи И тонкого льна А также простые ткани Все искусства мастеров и умельцев Здорово, когда один человек Исполняет абсолютно все работы Мне кажется, в нашем мире это немножко нереально Но в том мире, да Наверное, слишком мало было еще технологий Можно было быть таким до возрождения Леонардо да Винчи тоже умел Почти все, что умели люди в его время Сегодня уже послововская специализация Ну а следующая, 36 глава, пойдет рассказывать нам о том Как конкретно все это было сделано Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому